Всем привет! Спасибо, что заглянули ко мне на канал. Сегодня я хочу рассказать вам о том, как, используя три способа прокачать свой английский бесплатно, рассчитывая только на себя и свои силы. Итак, поехали! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео, ведь вам не сложно, а мне очень приятно. Первый способ. Старайтесь использовать английский везде, где только можно. Переведите свой телефон, айпад, планшет, не знаю, компьютер на английский язык. Если вы ищете что-то в интернете, прочитайте небольшую статью википедии на английском. Если вы любите биографию звезд, пожалуйста, на английском. Рецепты. Смотрите видеорецепты на английском. Так незаметно вы будете привыкать к языку, привыкать к речи, вы будете слушать и слышать. Второй способ. Все фильмы, все мультфильмы, все передачи, которые я смотрю, я стараюсь смотреть английские фильмы с английскими субтитрами. Не русские фильмы с английскими субтитрами. Не английские фильмы с русскими субтитрами, а английские фильмы с английскими субтитрами. Почему так? Сейчас я вам расскажу. Когда вы видите слово, когда вы читаете субтитры, вы не всегда понимаете, а как же его правильно произнести, как его правильно произносят американцы, англичане, неважно, какой язык вы учите. Когда вы слышите слово, вы не всегда понимаете, а что это за слово, как его правильно написать. Когда у вас и текст, и звук на английском, вам становится гораздо легче учить, слышать и видеть новые слова, речи, обороты и как разговаривают американцы. Еще один очень важный момент. Не пугайтесь, не расстраивайтесь, если у вас не получается понять 100% смысла из фильма. Это абсолютно нормально. Если вы понимаете 50% из сказанного в фильме, похвалите себя, вы классный, вы классная. Завтра вы поймете 60%, послезавтра вы поймете 70% и так далее. Не расстраивайтесь, если у вас не получается понять каждое слово. Поймите общий смысл, этого достаточно. Третий способ. Я понимаю, что сейчас многие из вас скажут, да, Катенька, тебе легко рассуждать. Ты живешь в Штатах, у тебя там сплошные носители языка, и да, вы будете в этом правы. Но если у вас есть такая возможность переписываться, общаться по скайпу, по вайберу, не знаю, с носителем языка, тренировать свою речь, если вы знаете, что где-то будет происходить мероприятие, и там будут иностранцы, и у вас будет шанс их послушать, либо поговорить, используйте этот шанс. Не бойтесь ошибиться, когда вы разговариваетесь, не бойтесь делать ошибки. Если у вас тупорит, знаете, такой синдром отличника срабатывает, когда вы из себя не можете выдавить ни одного слова, потому что боитесь допустить ошибку, вы можете сразу сказать своему собеседнику, что я прошу прощения, я только учу язык, прошу прощения за мои ошибки, и таким образом вы просто сбавите напряжение ситуации, и вам будет легче общаться. Не бойтесь ошибаться. Ну и, конечно же, регулярность. Пожалуйста, занимайтесь хотя бы 15-20 минут в день, но каждый день. Повторяйте свой прошедший материал, перечитывайте новые слова, которые вы записывали до этого, не знаю, послушайте радио, но старайтесь уделять английскому каждый день, потому что очень важна регулярность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова